Никаких конфликтов. Первые строчки лежат. Мы собираемся говорить о диагностике классификации. Это очень многое основано на сканировании. Кроме того, мы будем говорить о второстепенных травмах. Это очень важная концепция, чтобы понимать, что окно, в течение которого есть предотвращение, второстепенной травмы или повреждения, это окно, это самое большое, это на поле, на месте. Это незамедлительная работа в течение первого часа. То есть в этом отделении неотложной помощи именно тогда мы как раз-таки ситуацию корректируем. То есть ключом является то, что необходимо нам сделать в течение первого часа при неврологической неотложке. Ну и соответственно ишемический инсульт, когда мы обсуждали, вы слышали, что есть различные формы геморрагического кровоизлияния или инсульта. Все действия, все то, что те действия, которые мы делаем, и решения, которые мы принимаем, и интервенция, которую мы реализуем и предоставляем, они как раз-таки играют ключевую роль. И мы будем говорить о том, какие шаги необходимо предпринять на различных этапах в НЛС-ПБИ, в алгоритме управления этой болезнью. Первый обзор, значит, с 30 тысяч, то есть основан на 30 тысячах случаях, это основано на управлении. Я хотел бы отметить здесь, что травматические травмы мозга и наш подход к решению очень четко установлены. Один из вещей, которые я выявил и которые я узнал, это очень впечатляет, это управление КПИМ очень сильно нашло распространение и регионализировано было. То есть есть центры травмы в 1950-х годах лечения, значит, инсульта травматического, то есть к этому начали серьезно подходить на 40 лет позже. И по мере того, как я путешествовал по всему миру, я узнавал, что, что касается некритического помощи, доктора в развивающихся странах, они говорили, что вы говорите о вам инсульте и о геморрагическом излиянии мозга. У нас есть кризис, травма мозга у молодых людей в развивающихся странах, то есть если рассмотреть Соединенные Штаты в 40-х, 50-х, значит, травматическое повреждение это первым делом, то есть являлось болезнью, на которую первым делом обратили бы внимание в отделениях. Но подход на 20-30 лет задержался, то есть и мы сейчас живем в обществе, где уход за такими больными регионализирован. Ну и, соответственно, можем начать думать, что мы будем делать с лицами 65 лет и более с геморрагическими кровоизлияниями или другими видами инсульта. Ну и, соответственно, мы будем рассматривать вопросы, какие процедуры проводятся в отделении неотложной помощи и для того, чтобы предотвратить гипоксимию и пониженное давление. Гипоксия и гипотензия могут вызвать второстепенное повреждение. Это очень существенно, чтобы у этих пациентов, у которых наблюдалась гипоксимия и гипотензия, вот именно вот это, то есть очень плохо, когда эти симптомы остаются без лечения. Потому что, ну и, соответственно, предотвращение схваток, куагулопатия, верно, еще и еще вчера на, значит, в одном из российских центров этот вопрос отмечался, доктор Сан поднимал этот вопрос. Есть модуль, по которому мы следуем, которым мы следуем, каким образом корректировать куагулопатию, потому что оно становится все сложнее и сложнее. Есть видео, которое можно посмотреть, есть слайды, и очень много материала на этот счет имеется. У меня не будет времени для того, чтобы подробно об этом вам рассказать, но, тем не менее, материалы есть. И будем говорить о некоторых базовых концепциях при изменении седативных препаратов. И как только мы стабилизировали пациентов с учетом этих пяти аспектов ухода, тогда уже мы поговорим о принятии решения в отношении хирургического вмешательства. Эпидемиология, значит, травмы мозга дает такую статистику. 283 тысячи случаев госпитализации. Я в некотором роде знаком с ситуацией в России, и здесь ситуация несколько... То есть, очень высокая смертность. Вы видите 52 тысячи смертей. Когда вы говорите о очень острой травме мозга, мы говорим о 20-30% смертности. ТБИ ведет к смерти и к инвалидности у детей. Значит, эти вопросы также требуют особого внимания. Это самое важное. То есть, это самая важная... То есть, огромная причина. Самая первая причина возникновения, значит, у детей травмы мозга. В Соединенных Штатах основная причина травмы мозга – это проходящий пассажир на мотоцикле. Или... Да, на мотоцикле или на машине. Очень часто мы видим, что это в результате неиспользования, значит, подушки безопасности. В качестве причины травматической травмы мозга есть некоторые аспекты, которые исчезают. Но другие аспекты, наоборот, растут. Особенно в городских центрах. Я думаю, что всем знакомо это, когда человек катается на велосипеде по городу. В Нью-Йорке сегодня количество пациентов, которые попадают в больницу вследствие вождения велосипедом – это в результате несчастных случаев, то есть аварий. То есть машина едет со скоростью 25 миль в час, и все должны, соответственно, пристегиваться при этом. Что касается патофизиологии, несколько ключевых моментов я хотел бы затронуть. Первое – это то, что в этих случаях трясется, то есть мозг. И даже в самых простых, незначительных случаях, значит, сотрясение мозга – это нарушение нормального механизма сознания. То есть это мы называем сотрясение мозга. И, соответственно, что очень относительно быстро восстанавливается пациент такой. Конечно же, могут наблюдаться некоторые симптомы. Это функциональное нарушение обычного сознания, нормального сознания. Затем сотрясение мозга – проблема более острой становится. Пациент может сразу сознание потерять, но все они приходят в себя. Ну и через час коматозное состояние, возможно. Все эти проблемы, если есть кома и компьютерная томография, может проводиться это обычно, и видите нормальную картину, вы не видите никакой крови нигде. То есть причиной этому является процесс, является травмой офисаксонал. Я не думаю, не верю в ТИАИ. Но это крайне важно понимать, что наиболее нарушающий тип патологии – это как раз-таки травматичная травма мозга. Это микроскопическое нарушение, потому что мозг подвергается вращательным… То есть мозг трясется, скажем так, меняет местоположение внутри черепа. Ну и, соответственно, МРТ вам покажет при этом фокальные травмы в некоторых областях, где мы знаем, что объем стресса и рваной раны, она существенна, когда мозг смещается. Они могут иметь кровоизлияние или нет, но в любом случае показывает МРТ, что есть фокальная эдема. И очень важный участок мозга, который, значит, может прорвать… То есть где прорывы могут наблюдаться, это мембрана. Разрывы могут наблюдаться, это мембрана. Значит, в пастриорном фасете, значит, мозг в балансе находится. Но поверх тентуриума половинки мозга, они плавают, скажем так. Единственное соединение, соединяющее звено между, значит, якорем, значит, ствола мозга и полушарии мозга – это мембрана, которая их держит вместе, удерживает. Ну и, соответственно, мембрана где-то размером с вашей пальцы, два больших пальца. Когда мозг трясется или вращается, то есть на него действуют вращательные силы, то есть весь стресс падает на мембрану. Сама мембрана является частью мозга, которая очень густо населена с активирующей системой. То есть фактически сама система, которая является субстратом сознания, которая освещает мозг и стимулирует кутикулу, процесс и создает сознание. Это все живет в мембране. Во время травмы, во время смещения, значит, мозга это все может вызвать кому. Это может быть временным явлением или же постоянным явлением. На мой взгляд, это наиболее потрясающий случай патофизиологии. Ну, конечно же, поверх этого у вас кровь. Конечно, показывает картину крови, то есть разного рода гематомы. Да, эти моменты важно учесть. Но это очевидное явление. Конечно же, это на КТ-картине можно увидеть. Я думаю, все понимаете, что потом механизмы ультрасознания, они являются результатами вращательных сил и внешнего воздействия. The onslaught of secondary brain injury in a TBI, as I've said, can be at a mathematical level, like using blood into the brain or a microscopic level. And again, the hypoxia and the hypotension are the main modifiable causes of early secondary brain injury. So, in terms of guidelines, the point to emphasize here is that our goal in the pre-hospital phase and in the emergency department is to prevent hypotension and to be sure that our systolic blood pressure is at least above 90 millimeters of mercury. And we've got to make sure that we're oxygenating, right? We're avoiding hypoxia, PAO2s, less than 60 millimeters of mercury. We need to perfuse and oxygenate the at-risk traumatized brain. And something that Dr. Lee did not bring up, I want you to know, is we found the same thing in poor-grade sub-arector and hemorrhage as well. It's pretty cool that Dr. Lee said. It's the same thing in our brain. It's simple idea. We should be able to manage the brain cancer and give aurora infuse. So, our patients are not getting too hyper-and-free and hyper-and-free. И, к сожалению, если мы не соблюдаем это, то уровень смертности увеличивается в два раза. Ожидание такое. И это может привести к необратимым повреждениям центральной нервной системы. Иногда это системный отказ органов каких-либо или различные неврологические проявления. И я немножечко говорил о механизме повреждения ЦНС. И давайте посмотрим на шкалу Глазго, шкала Кома. Я думаю, что шкала GCS для большинства из вас известна, я думаю, для всех. Но я хотел бы немножечко все-таки подчеркнуть ее важность о том, что это быстрая экзаменация неврологического состояния. И все, что вокруг происходит, все, что, например, гипоксия, гипотензия, различные иные проявления судорог, они точно также должны учитываться при работе с данной схемой. И шкала GCS, Глазго Кома Скейл, она была разработана и опубликована в журнале Lancet в 1974 году. Она была разработана в качестве шкалы. И цель заключалась в том, что это доклиническое обследование, исследование по пути, по дороге в случаях червенно-мозговых травм. И ее использовали многие поколения и используют. И дело в том, что она хорошо показывает себя и сохраняется как инструмент. Это то, что она вас, как специалиста ведущего обследования, заставляет смотреть на то, что самое важное в нейрологическом обследовании. Это глаз, вербальные и моторные показатели. И мы подтверждаем, что сила шкалы GCS становится одной из самых важных прогностических систем, потому что она проверяет и становится таким чек-листом всех действий, необходимых действий. Например, следует ли пациент нашим командам? Выполняет ли команда? Если не следует, не выполняет. Есть ли локализационные боли, которые постоянно хотят сверху почесать? Если нет, они пытаются как-то отводить эту боль, реагируют на боль. И вот четвертый пункт скоринга – это самый важный с моей точки зрения. Что мы ищем по этой шкале? Мы ищем определенный уровень сложности в движениях. Например, если мы так пытаемся, так пытаемся сделать. Пациенты пытаются отодвинуться от болезненных стимулов. И есть какая-либо сложность в этом движении. Это очень важный дифференциатор. То, что отличает от третьей ступени по шкале. Это флексии стереотипные. То есть, как мы их можем патологическими показать? Вот как вот в таком приеме. Стереотип, например, заключается в том, что вы говорите «О, это всегда одно и то же». Например, есть стереотипы о каких-либо людях. Есть разные люди из разных расовых групп, этнических групп и так далее. И мы думаем, что это плохо стереотипизацию использовать. А, ну, они там все одинаковые, например. Но вот такое патологическое сжимание – это всегда одно и то же движение. И, например, можно вот точно такое же движение использовать для того, чтобы иерархически проводить оценку, которая сильно коррелирует с перспективами восстановления пациента и сильно коррелирует с наступлением долгосрочных факторов, приводящих к инвалидности. И седация, например, интубация не всегда нам дает возможность правильно оценить здесь. Глаза – это не сильный прогностический фактор. Но вот действие – это очень сильный и важный фактор для прогностики. Предклинические размышления – это стабилизация поясницы. Ну, это все нам известно. Но очень важная тема в стабилизации такой заключается в том, что в США мы, например, это используем. Мы всегда работаем над сканированием МРТ для того, чтобы понимать, что происходит в итоге. Но это часто приводит к большому болевому синдрому. Потому что у нас доступ к МРТ ограничен, пациенты действительно чувствуют болезненные ощущения, они нестабильны, поэтому цвета не прокрасятся, допустим. И прокрас, допустим, геморрагический для пациента – это очень сложно. Их нужно в седативное состояние уводить. То есть у нас седация очень большая, очень большой показатель. Поэтому модель такая, если у вас КТ, хорошее качество от первого до седьмого позвонка в шее, допустим, то есть идеально без линейного разрыва. Если у вас действительно нормальный такой показатель, то шансы таких нестабильных повреждений очень маленькие. Поэтому, если вы эффективно смогли увидеть такое стабильное повреждение, вам не нужно уводить пациентов в коматоз. Вы пробуждаете пациента, они кооперативны, они могут двигать шею и головой, и давать вам ответы. И еще одно важное сообщение, с моей стороны, заключается в том, что если у нас качество свидетельств находится под вопросом, но в общем мы хотим избежать эксцессивной гипервентиляции, потому что лишняя гипервентиляция ведет к гипокардии. Она может вести к вазальной констрикции и наступлению и усилению ранних ишемических повреждений. У нас те же самые вопросы возникают при внезапной остановке сердца. Это очень важно, потому что мы все знаем, когда, допустим, есть какая-либо катастрофа, это травма или внезапная остановка сердца, и вы даете вентиляцию вот этой маской, и вы проводите эту искусственную вентиляцию легких. То есть, вы знаете, это такая тенденция у всех очень резко начинать давать гипервентиляцию у пациентов, и у пациентов начинает очень резко биться сердце. Вам нужно аккуратнее, наоборот, давать медленно такую вентиляцию, спокойно, когда вы оказываете первую помощь, медленное дыхание. И вы увидите, что сеттинг у пациента замедляется, и вы по факту помогаете пациенту для того, чтобы поддерживать, ну, наверное, на 30-40, допустим, таких движений в минуту, не больше. Я думаю, все остальное достаточно само себя объясняет. И с точки зрения целей по артериальному давлению, систолическое больше, чем 90 должно быть. Это наша роль. У нас есть разница в целях, которые достигаются для разных возрастов. Они указаны на таблице. И я лично не знаю насчет рациональности, но нам это известно. Да, есть дети. У детей более низкое давление артериальное. Поэтому вам не нужно сходить с ума, если у них, допустим, недостаточное давление с вашей точки зрения. Чек-лист по первому часу также известен, дыхательные пути тоже, систолическое давление, кислород, КТ, КТ головы и так далее. И если ваш пациент поступает к вам первый раз на оценку, смотрите на моторику, на позы, не прекращайте наблюдение. Вы видите КТ, вы видите работу мозга. Очень важно делать эмпирическую терапию при поднятом повышенном давлении внутричерепном. И мы уже обоговорили о внутричерепном давлении сегодня. И обязательно нейрохирургия. Возможно, будет нейрохирургическая операция. Возможно, будет вентрикулостомия. То есть, например, через болт, через доступ в голове. Поднимайте голову, проверяйте, не поступают ли гипотонические жидкости к пациенту. И поддерживая эти пациента, 1-1,4 грамма на килограмм доза манитола. Почему манитол? Потому что вы можете давать его периферально, периферийно, внутривенно. И если вы начинаете эмпирическую терапию, у нас по КТ изображение меняется. Может измениться, может не измениться. Однако, начните, пожалуйста, манитол применять. Если пациент находится в состоянии шока, и в то же самое время проявляется отек мозга и историческое давление в районе 70 метров ртутного столба, а для гипертонии, для пациента, вот как раз-таки это ваш пациент. Потому что манитол в этом случае, после диоретического эффекта, он приведет к осмотическому диорезису. И пациент, если у пациента есть часть геморрагического шока, то есть он получил какие-то продукты крови, крови, или получил жидкость, гипертоническая жидкость, она поддерживает давление артериальное, и здесь можно принимать в внимание такую опцию. Мы уже говорили об этих темах, я думаю, что... Давайте посмотрим на иллюстрации. Что у нас здесь есть? Вы видите, классическая деформация при гематоме, оккулизия, контузия с гематомой, субдуральная кровь здесь, слева, и здесь вы видите то, что выглядит как нормальный мозг, вы видите маленькая точка наверху. Вот это маленькое геморрагическое образование, которое является резервом травмы. Здесь сложная субдуральная гематома с смещением по средней линии. Иногда в таком сеттинге вы видите такие изменения, вот эта вот черная часть здесь, большая белая часть, это может быть острое или гиперострое активное кровотечение, и буквально части этого геморрагического проявления, они требуют отделения с плазмы, которая вот здесь, скорее всего, присутствует. Здесь травматическое субарахноидальное геморрагическое поражение, и здесь диффузный отек. И вот эта часть, мне кажется, похожа на кончик сосудистого, желудочкового катетера. Обычно это отличные кандидаты для того, чтобы установить болты, то есть вентиль. И если вы видите контузию, например, как здесь, это классический паттерн контузии, геморрагическая контузия, основы фронтальных долей, они очень часто могут расширяться, и склонны к расширению в течение ближайших 20, 40 и даже 48 часов. Вот следующий пациент на второй день. Этот же самый пациент на следующий день. И вы видите здесь тот же самый пациент, вот здесь справа. Вот, это первый день съемка, а вот следующий день. У нас большая экспансия по мозгу. Поэтому мониторинг внутричерепного давления очень хороший инструмент для того, чтобы получать дополнительную информацию по процессу вместе с дополнительным кровотечением, с отеком мозга, с отеканием. И, то есть, есть неврологическая патология, которая развивается, и мы должны быть осведомлены о ней, иметь изображение ее для того, чтобы как раз-таки сокращать отек мозга и поддерживать перфузионное давление. И я не знаю, как дела сейчас в России состоят, но мы сегодня вот в США знаем до сих пор, что интракраниальное мониторинг давления используется мало. Типичное объяснение этому заключается в том, что есть терапевтический нигилизм, типа, ой, чтобы мы не сделали, разницы не будет, ну и так далее. И вы знаете, если есть одна такая вот вещь, что наше общее движение сделало по улучшению результатов, я считаю, что оно заключается в том, что самая важная часть нашего движения уводит нас от старых, вышедших уже из моды и крайних утверждений о том, что возможно, а что невозможно вообще. Мы отходим от этой концепции, от вот этих старых идей терапевтического нигилизма, что бросить и ничего не делать. Мы говорили об этих аспектах. Я понимаю, что у нас достаточно большое количество материалов. это концепт Манрукелли, основной концепт внутри черепных пластин. И вы видите, что при ростах объемов, и у нас есть рост давления, есть клинические данные, клинические информации, которые проявятся при появлении потенциальной проблемы во внутричерепном давлении. Однако очень важный концепт здесь заключается в том, что вот эти симптомы, они на самом деле не прямые последствия увеличения давления. Единственное последствие увеличения внутричерепного давления – это снижение уровня сознания. Оккломоторная, поза и даже вот такие автономные симптомы, которые мы видим, они идут от нарушения основания мозга, от сотрясения, от смещения и физической торсии, физического поворота нижних структур мозга. И это все производит симптомы. И нет симптомов, которые бы шли чисто от сдвига мозга. Сдвиг такой – это результат компартментации, массового эффекта, сжатия. И каждый раз, когда мы видим такие массовые эффекты и сжатия, у нас есть внутричерепное давление, которое градиентно начинает расти и меняться. Мы не только думаем о глобальном повышении давления. А обычно есть такое золотое правило, когда у нас ICP-показатель высокий, в каких-то частях мозга оно будет другим, оно будет больше. Если в верхних частях мозга, допустим, оно будет выше, то в центральных частях оно будет ниже. И наши медицинские подходы, наше лечение, манитол, например, гипертонические подходы, мы не только понижаем внутричерепное давление глобально, мы понижаем градиентность давления, то есть переход этого давления, потому что это нужно понимать и запомнить, потому что основная роль наша заключается в том, что мы даем терапию для того, чтобы увеличить внутричерепного давления градиентность, даже если само по себе давление не такое высокое. все равно есть страница в градиенте. И это ENL слайд, который показывает показатели и критерии. У нас буквально 3 минуты мне потребуется для того, чтобы его легче сказать. Мои критерии, для тех, кому нужен такой монитор, есть только 3 критерия. Это вот достаточно легко. И неважно, какое заболевание у вас там, состояние травма, ишемический инсульт или геморрагический инсульт, есть только 3 критерия. Первое. Пациент находится в хоме, не следует командам, и режим 5 или меньше. КТ-скан, сканирование показывает аномально увеличенные внутричерепные объемы и массовый эффект. И вы должны тогда заботиться о том, что, ой, наверное, внутричерепное давление увеличено, коматозное, например. У нас есть аномальные КТ-картины, которые показывают эти аномалии. И третий критерий, наконец, заключается в том, что за этого пациента стоит побороться. Вот и все. И если вы применяете эти правила здесь, то результат у вас будет то же самое. И на самом деле есть только сейчас два вида монитора. Это есть, соответственно, внутрижелудочковый и вентильный. Я их оба ставлю, потому что мои хирурги хотят обычно открытый доступ иметь. И если у нас такой внутривентрикулярный открыт, то он скорее становится вентилем, но не монитором. То есть вы можете его, да, перевести в монитор, но тогда он перестанет быть вентилем. И потому что я лично, я очень много мультимодальных мониторингов провожу, потому что мне нужно постоянно физиологические данные получать. Мне не нужны они переменные какие-то. Я постоянно требую проведения внутри черепного мониторинга. Мне по факту нужны данные за каждую минуту. Что касается дозировки, значит, терапии, я называю это полососмотерапией, потому что это болюс, а, болюсная терапия, потому что работает как болюс. Это капельки монитора, инфузии небольшие, они не слишком много ингредиента создают, то есть они активно сокращаются внутричерепное давление. Люди спрашивают, почему и что лучше гипетрофектонический солидный монитор. Исследования равнозначно показывают, что для разных дозировок, что они примерно одинаково работают. Когда вы даете болюс из 23-40% или монетол раствор, вы примерно за 30 минут наблюдаете снижение внутричерепного давления. И, соответственно, что касается длительности применения, разница. У каждого по-разному. Единственное, что можно определить, каким образом для вашего пациента необходимо давать лекарства, это измерить внутричерепное давление. это попасть внутричерепа. И, соответственно, когда пациент нужен на следующую дозу. Это может только быть обеспечено посредством мониторинга. У других пациентов, возможно, вы можете находиться на верхнем плато, вы можете огромный объем монетола, вы сокращаете плато, вы ICP, то есть, значит, внутричерепное давление падает резко в течение последующих нескольких дней. Значит, все стабильно, и у этого пациента все сработало навсегда, и ваша терапия должна быть такова, чтобы во время терапии отслеживалось внутричерепное давление. Ну и, соответственно, был опубликован документ руководства Сит-Лайк, это автором которого является Грег Хорролок, у него специально порекомендовал постоянную дозу болюсной терапии, ну и, соответственно, интервенцию необходимо осуществлять индивидуально, то есть, зависит от того, какой пациент у вас в помещении. Что касается показаний к хирургии, я думаю, что это все само собой разумеется и разъясняется. Значит, профилактика схваток. Если у вас пациент с серьезной травмой, необходимо профилактические лекарственные препараты в течение 7 дней, первых 7 дней предоставить, давать, и классические клинические испытания показывают темпкинские, если они фенитон рассматривали, но сегодня мы используем другой препарат, левиторисетан, если я правильно понимаю его, в течение первой недели, если давать из 14, то есть, сокращается с 14% до 4%, то есть, возможность ранних случаев ранних схваток. Если вы хотите исключить схватки, которые проявляются у вас в первую неделю, вам необходимо эту профилактику применить. Если у пациента схватки не наблюдаются в первую неделю, необходимо остановить подачу медикамента, потому что ненужное количество этого лекарственного препарата, они влияют на когнитивные способности человека. Статистика показывает, схватки такие появляются через несколько месяцев. Проявляются, имеется в виду. На данном этапе по поводу анальгезии и седативных препаратов, помните о том, что когда вы выбираете ваше лечение, во-первых, немного, в первую очередь, необходимо давать болеутоляющее. Мы все знаем об опасности опиоидов. Я не знаю, вам известно или нет, но я читал документ о том, что в прошлом году в Соединенных Штатах огромное количество людей в Соединенных Штатах умерло от передозировки опиата. То есть впервые за всю историю Соединенных Штатов. Это очень интересно. Мы очень многое наблюдаем. Наблюдаем также кризис в области здравоохранения, исходя из этих данных. Ну и соответственно, почему анальгезия? Потому что эти ребята наблюдают ужасные боли, доводятся до агонии, гиперактивность нейроболическая наблюдается, ослабевают они, их система ослабевает и соответственно вызывает всякие разные другие негативные симптомы. То есть пропофол, мне очень нравится пропофол. Мы используем пропофол, потому что нам нравится будить, приводить сознание пациентов каждое утро разбудить. Это единственный способ узнать, состояние становится лучше или нет. Давайте вернемся к схваткам. Что касается регулярности схваток, это конвульсивная стаза. Но многие из этих пациентов до 20%, когда они являются в коме в результате травмы черепно-мозговой. Единственный способ мы узнаем, то есть узнать о том, в конвульсивном статусе пациент или нет, вам необходимо проводить мониторинг. Если схватка, и вы изопин даете, восстанавливаете это, 20% из пациентов могут конвертировать из конвульсивных схваток до неконвульсивных схваток. Ситуация меняется, и неконвульсивный статус соблюдается. Но если у вас продолжаются неконвульсивные схватки, вам необходимо постоянно мониторинг проводить. То есть нет никакого другого руководства. Видеомониторинг это тоже стандартный способ, если вы работаете в супер-пупер-больнице, скажем так, по-разговорному, которая занимается черепно-мозговыми травмами. Ну и соответственно отмечу важность сканов. У вас очень высокая вероятность подозрений и случаев, которые представлены на слайде. И спасибо вам огромное за внимание. спасибо. 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 Продолжение следует...